О том, что пятилетнюю Валю насиловали, первым заявил ее приемный отец. Денис взял девочку и ее старшего брата под опеку в детском доме Радына. В милиции возбудили уголовное дело. Расследование идет уже почти два года. За это время у правоохранителей было несколько подозреваемых. Один из них, знакомый родной матери девочки, сознался в преступлении, но предъявить ему обвинение в милиции не смогли. Нет доказательств. У нас признание не есть в столице доказательств на сегодняшний день. Если он сегодня признался, в суде он откажется, а дальше что? Скажет, что милиция меня избила, как это часто бывает и что дальше? Была ли Валя изнасилована в детдоме, правоохранители точно сказать не могут. Но и утверждать, что это было точно не там, не берутся. Там было тоже ряд вопросов в плане приема и осмотра этой девочки на момент, когда она туда поступила. Никто не может с уверенностью, стопроцентной уверенностью сказать, что ее осмотрели так, как положено. А в городском департаменте образования с уверенностью говорят, в детдоме Валю насиловать не могли. Мол, учреждение имеет примерную репутацию. Директор Радыны недавно уволилась. Со следствием, говорят чиновники, это не связано. Конечно, здоровье ее не стало лучше за эти полтора года. И она уволилась по собственному желанию. Мы, Геннадий Адольфович, лично встречался с ней, просил ее остаться. Но, вы знаете, действительно, это здоровье не прибавляет. О событиях двухлетней давности девочка уже не вспоминает, говорит приемный отец. Валя учится во втором классе, никаких психологических трудностей у нее нет. Единственная проблема, говорит отец, что девочка не поправляется. Ну, как объясняют врачи, в связи с тем, что толстый кишечник у ребенка пустой. То есть, возможно, это одна из причин. То есть, из-за вот этих всех травм, насколько я могу понять это все объяснить, жиры не воспринимают, ну, не впитываются организм, не воспринимаются. То есть, она питается как бы только углеводами. И все. Сейчас Валя проходит курс лечения. Ее готовят к первой операции. Врачи говорят, чтобы девочка стала абсолютно здоровой, ей придется минимум трижды лечь на хирургический стол. Владимир Куриной, Борис Буцевич, Медиагруппа «Объектив».